Вот так, вот так, олимпийский чемпион не настроен дурачиться. Он понимает, насколько велика здесь цена малейшей шероховатости, малейшей ошибки, малейшей потери равновесия. И он понимает, что вот эта красная норвежская армада будет прессинговать самых первых метров дистанции. То есть здесь нужно быть готовым к беспощадной борьбе. И уж куда как любит разулыбаться еще до старта Эрик Брансдал. На лице обычно несвойственное свирепое выражение. Только Хаври по-американски дружелюбен. Но до того, как побегут, понятное дело. Сумеет ли численный перевес в качественные превратить норвежцы? Случалось, случалось с нашим в коньке Петухову, в классике Крюкову. Разбираться с превосходящими силами норвежцев и разбираться успешно. На этот раз Нуртугу не стоится на месте. И тут не нужно искать автора фальстарта, в отличие от предыдущих. Но обратите внимание, если сравнить с этапами Кубка Мира, то, пожалуй, что... Суммарно на всех этапах было сделано столько фальстартов, сколько на одном лишь чемпионате мира. Цена медали. Цена титула. Наверняка будет много разговоров в норвежской сборной о том, что соотечественники сумели им создать соответствующую атмосферу. Норвежцы тоже не свободны от горячей любви к длатам, которые, к сожалению, исчезают из картинки. И просто совершенно непонятно, где мы с вами находимся, в какой точке земного шара, если бы не надписи. Хороший стартовый отрезок, размашистый на своих быстрых скользких лыжах. Никита Крюков на стартовом отрезке второй. Стремительный Йонсан немножко выигрывает, но в первом повороте не факт, что он будет первым. Лужняк как заглубилась, а затопталась в мягком снегу. Хави решил выйти совсем замыкающим. Да, мы знаем его как гонщика контратакующего плана, но не до такой же степени. Такое ощущение, что даже все остальные соперники расступаются перед этими тремя великанами, которые борются за призовую тройку. Как-то они так очень аккуратно действительно сделали полшажка назад, чтобы только не мешать. Вряд ли эта мысль была изначально, а может быть все-таки в самом деле. Прослыть антигероем, который срезал фаворита. Хотя и сами они тоже, вы понимаете, не статисты. И есть у них собственные амбиции. Но рывком Нуртуга на финиш не обладает никто. Норвежцы отдают себе в этом отчет, поэтому они Нуртуга постоянно сохраняют впереди. Никита пытается раскатить и дать просвет. Поглядывая слегка, не обнаруживая непосредственно за собой Петера Нуртуга, но он не так далеко. Решил постоять немножко за шведом Петер Нуртук. Нужно тоже распределять аккуратно силы. Оценивает ситуацию в забеге Никита. Выходя вперед, он не только берет на себя инициативу и не только берет этот груз быть лидером, но вместе с тем и добивается относительной безопасности для себя. От каких бы то ни было гоночных инцидентов. И опять на спуске все очень хорошо. Опять лыжи настолько же быстры, как и в полуфинале. И пошла гора. Гора, где... Замолотил опять, взвинтив темп. Вы посмотрите, какая частота движения у Йонсона. Другой рисунок движения у Нуртуга. Да и в принципе он все-таки не обладатель такой уж штучной техники и вариативной техники классического хода. И отбегают они втроем. Что дает возможность немного перевести дыхание. Но не сдается, вы видите, канадец, все равно. Расталкивается раньше всех остальных. Пока четвертый, но просвет держит равномерный. Финишный прямой подбирается швед первым. Но тут же начинает финишировать взвинчивый оттемп до сумасшедшего. Нуртуг оттаптывает на скиллы и фактически шведу. Но не нарушает при этом ничего. Крюков включается чуть раньше. Держать, держать, держать. Есть просвет небольшой. Только не сбрасывать, не сбрасывать частоту. Дорабатывает до конца. Есть золото. Нуртуг не сумел ничего поделать с Никитой Крюковым. Олимпийский чемпион становится чемпионом мира. Блистательная развязка первого дня соревнований для нас. Он нес на себе этот тяжелый груз суперфаворита. Вы слышали, кому это было адресовано. И крик этот попадает по адресу. Петер Нуртуг не столь уж и лукавил, когда говорил, что он опасается только одного человека. Этот человек Никита Крюков. Со шведом я как-нибудь разберусь, говорил он. А для россиянина это идеальная гонка. И до него все может сложиться. Так и получилось. Опять медалькой, но опять бронзовой наградой довольствуется швед. Ну а здесь вы видите, признает свое поражение Петер Нуртуг чрезвычайно уважительно. Общаясь с суперчемпионом из российской сборной. Но опять же, чудит в отношении шведов в основном норвежец, а с россиянами он всегда общается чрезвычайно почтительно. Попытался, поборолся, проиграл в честной борьбе. Поздравляю вас, дорогие друзья, с этим долгожданным золотом. Кто скажет долгожданное? Первый день соревнований уже золото. И не ждали почти, скажет кто-нибудь. Золото Никиты Крюкова мы ждали все эти два года после бенефиса норвежцев на чемпионате мира. У них дома блистательное выступление. И теперь уж можно и поулыбаться как следует. Теперь можно и расслабиться. Классная картинка, которая заполнится нам не только до Сочи, я думаю. Трудный был день для сборной, но все хорошо, что здорово кончается. И флаговая церемония, но, к сожалению, немножко попадающая у нас за кадр. Золото Никиты Крюкова. Золото, которое просчитывали очень-очень многие эксперты. Но от этого оно никак не менее ярко блистает в первый день состязаний на чемпионате мира по лыжным гонкам в Вальдикеме. А Нуртук что-то показывал, что, мол, ему пришлось перестраиваться, но что там говорить? Говорить пусть предоставит право Крюкову. Тяжелая получилась победа. Спасибо за поздравление. Да, всегда во второй раз победить на больших соревнованиях труднее, чем в первой. Ну, это была потрясающая борьба, и местные итальянские болельщики очень дружелюбные. В прошлый раз мне понравилась очень канадская публика, а сейчас я благодарю итальянскую. Тактический рисунок был с акцентом на последнюю горку и сильный финиш. Я знал, что в горку будут контратаковать, соответственно, и Петер, и Эмил, и я должен был тут же подхватить этот темп. Я это сделал, ну, а дальше уже оставалось все за финишем. Ну что ж, после победы Родчева в Берсдорфе в 2005 году, наше первое золото в личном спринте. Прекрасное продолжение. Великолепный дебютный день чемпионата. Спасибо вам, дорогие друзья, за соучастие в этой баталии. Женщины сегодня потренируются на наших глазах на 95-метровом трамплине. Ну а завтра все больше и больше медаленосных видов. И так в течение ближайших полутора недель. Благодарим вас за внимание. И до скорой встречи здесь же на Евроспорте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА